Друзья, здравствуйте! Ну что, в заполярной тюрьме, где сидел Навальный, назвали новую вероятную причину его смерти. Диагноз звучит так – синдром внезапной смерти. Вот я уже пообщался с своим знакомым доктором, говорю, а что это вообще означает? Он говорит, что часто такой диагноз ставят, когда просто не могут понять, от чего человек умер. Вот такое тоже бывает. В целом, да, о том, насколько синдром внезапной смерти мог стать истинной причиной смерти российского оппозиционера Алексея Навального, поговорим сегодня с Сергеем Жирновым, экс-шпионом, сотрудником первого главного управления КГБ, и писателем. Сергей Олегович, здравствуйте! Здравствуйте, Алексей! Привет всем нашим зрителям! Вы уже, я уверен, успели проанализировать, что мы знаем на этот день. Какая версия о смерти Навального вам кажется наиболее вероятной, да? Если мы говорим и будем рассматривать факт его смерти как убийство, то каким способом это вообще могли сделать? Ну, в любом случае, это смерть, синдром, скажем так, убийства путинским режимом. Вот это самый главный медицинский диагноз и политический диагноз, который в любом случае не изменится. То есть, какая бы реальная медицинская причина ни была, Алексей Навальный все равно убил путинский режим. Потому что он его посадил в тюрьму, он для него создал такие условия, нечеловеческие содержания. Его держали 300 суток в ШИЗО, его, значит, сажали в кацер, его перевели в заполярный круг, в очень жесткую колонию. И в любом случае, это не могло не подточить здоровье Алексея Навального. И даже если у него не выдержало сердце, или если просто у него не выдержал организм, то это произошло в результате того, что для него устроил путинский режим во время этой посадки. Вот, и этот диагноз не изменится абсолютно. И дальше медицинская, на самом деле, настоящая причина нас почти не интересует. Потому что мы одновременно понимаем, что, в общем, никогда мы ее не узнаем, реальную причину. Потому что уже начинаются гонки с телом, непонятно, где оно находится, в каком морге оно находится. То ли в Салихарде, то ли еще где-то. Потом его можно вообще фримировать и сказать, что типа извините, что у нас так произошло. И, в общем, это, я так думаю, что это уже идет игра. Потому что понятно, что нельзя это тело по-настоящему сделать для него изгумацию. Ну, не изгумацию, вернее, а патологоанатомическую экспертизу. Потому что сразу появились какие-то версии. Они уже сразу были искусственные. Потому что сначала говорили об отрыве тромба. Все медицинские эксперты сразу сказали, что такую версию нельзя диагностировать без скрытия. А скрытия не было еще, судя по всему, на тот период. Вот теперь, значит, вот как вы правильно сказали, значит, это диагноз внезапной смерти. Ну, такая действительно, действительно такая и есть вещь. Но, как вы правильно сказали, ее обычно диагностируют тогда, когда вот был здоровый человек. Ничего с ним не происходило. Вдруг раз вот он взял, просто упал и умер. И все. И непонятно, чего это происходит. Но непонятно это в момент тогда, когда он умер. А дальше же есть патологоанатом, есть вскрытие, есть медицинская экспертиза. И все, и там все это дело. Можно с этим делом разобраться. Разобраться мы вот этого, я думаю, никогда не узнаем. Но вы можете поверить в версию о, например, не знаю, применении какого-то яда или какой-то стимуляции скорейшей смерти оппозиционера? Да, я такое могу представить себе. Больше того, даже ко мне приходит много всяких сообщений. Потому что вы сами понимаете, когда мы с вами становимся публичными фигурами, на нас выходят разные люди и нам чего-то там говорят. И вот на меня сегодня или вчера даже, по-моему, с утра вышел человек, который сказал, что есть подозрение, что на самом деле это был рецин, яд. То есть Алексею подмешали что-то в еду и что он таким образом съел этот яд и умер. То есть это было не просто случайный несчастный случай, а это было убийство. Преднамеренное убийство. И причем вот это рецин, он относится к тем ядам, которые в частности разрабатывались в знаменитой лаборатории Майронокского, КГБшной лаборатории яда, фабрика ядов. Вот такая известная, очень печально известная лаборатория, которая, кстати, продолжает и при Путине функционировать. Так что в этом смысле многие версии уже есть, и вот в частности такие. Но мы же с вами понимаем, что для того, чтобы их отпровергнуть или подтвердить, нужно вскрытие. Причем вскрытие не только с судными экспертами в СИН, а с независимыми экспертами, которые могут опровергнуть, которые могут критически посмотреть на те результаты, которые есть и так далее и тому подобное, во что мы с вами мало верим. Мне понравилось, как начали продвигать тезис пропагандисты о том, что это все дело рук западных спецслужб. Мол, Путину незачем это было сейчас сделать. И вообще вот на территории этой тюрьмы, Белый Волк, если не ошибаюсь, он называется, что там реально действовали какие-то иностранные спецслужбы, которые каким-то образом вступив в сговор с тюремщиками, для того, чтобы подставить Кремль, убили Навального именно в день, когда проходила Мюнхенская конференция и накануне как раз выборов Российской Федерации, чтобы показать, ну, узурпации власти, которую Путин называет выборами, чтобы показать, что Путин не договороспособен. Об этом говорит и красовский пропагандист, и Симоньян. То есть он четко декларирует, это дело рук западных спецслужб. Что это за тезис такой? То есть да, уже плавно продвигали просто вот синдром внезапной смерти, но что, что получается? Вы признаете, что у вас на территории вашего понятенциарного учреждения действуют вражеские какие-то шпионы, вступают с кем-то в сговор? Ну, вы сами ответили уже на ваш вопрос, потому что, в общем, если допустить, что это так, если войти в эту версию, то получается, что действительно за полярным кругом, далеко в Российской Федерации, проникли везде западные шпионы, а что тогда делает Федеральная служба безопасности, а что тогда делает ВСИН, а что тогда делает Росгвардия, а что тогда делает полиция? То есть получается, что в Российской Федерации не функционируют никакие специальные службы Российской Федерации, которые должны гарантировать гражданам и негражданам, и в том числе и заключенным, безопасность и контрразведывательное обеспечение. То есть на самом деле тогда надо снимать Патрушева как секретаря Советского Совета безопасности, И вот если бы эта версия, скажем так, я бы стал бы ее рассматривать, если, например, нам сказали, что Путин собрал совещание Совета Безопасности, отстранил от должности Патрушева, отстранил от должности Бортникова, потому что до него дошла такая информация, что, значит, вот там какие-то иностранные происки иностранные. Да, и дальше нам сказано, что арестован начальник колонии, арестован, значит, опер, уполномоченный главный, который обеспечивает оперативную работу внутри этой колонии, арестован начальник райотдела Салихарда, который обеспечивает контрразведственную, значит, работу по своей территории, арестован начальник, там, чего там, регионального, там, больше-больше по ФСБ и так далее. Вот если бы это что-нибудь такое произошло, тогда можно было бы работать с этим версием. Все остальное это на таком же уровне, как ночью в московские дома прилетает Байден на метле и гадит на лестничных площадках. Это вот все американцы гадят, а не российские граждане, которые сами виноваты в этом деле. Получается, в прошлом году Пригожин, теперь Навальный. Синдром внезапной смерти может теперь... Кто может быть на очереди? Какой-нибудь Гиркин, который сейчас в тюрьме, или террор против оппозиционеров может продолжиться? Можем ли предположить, что это смерть Навального, его вероятное убийство, оно дало новый какой-то отчет, может быть, еще более современной истории России при Путине? Оно, безусловно, дало отчет новой истории. Но другое дело, что вот мы сейчас должны посмотреть, потому что если это просто будет разовое убийство Навального, тогда это, кстати, то, что я вам говорил несколько времени назад, несколько недель назад, что на самом деле я лично ожидаю, что будет какая-то публичная большая казнь. Потому что Путин это делал в 2018 году, когда устроил покушение на Скрипаля и его дочь в Великобритании. И тогда это сработало как раз за две недели до выборов, 4 марта 2018 года, произвели это самое покушение. И я тогда уже объяснял, что это на самом деле политическая разборка, путинская, а никакая не разборка среди спецслужб. Такую же штуку я ожидал, что будет такой. Я, конечно, не называл никаких имен, то есть я не говорил, что вот конкретно Навального могут убить. Но я предполагал, что могут убить какого-нибудь очень видного оппозиционера, высокопоставленного за границей. Вот даже до Чубайса какого-нибудь там, допустим, могут там убить. А какой сигнал должны понять люди? Для кого вот эта казнь организовывается? Сигнал очень простой. Сигнал в два конца идет. Первое, на Западе он показывает, что Путину наплевать абсолютно на любые санкции, на любую реакцию Запада, потому что у него, в принципе, уже нет никакой репутации, поэтому ухудшить свою репутацию он не может. А внутри страны он должен показать, что он сильный человек. И, кстати, на Западе тоже он показывает, что он сильный человек. То есть вот всем тем, кто любит сильную руку, вот всем трампистам, там, я не знаю, там, Марина Ле Пен и так далее, прочие всякие, так сказать, праворадикальные элементы, которые постоянно ищут какого-то вот такого сильного лидера, если не харизматического, то, по крайней мере, такого, которого надо бояться, вот типа там Сталина и так далее. Ну и в Российской Федерации то же самое, что Путин на самом деле не старый пердун вовсе, что он не боится никого, что вот он может убить, ему без разницы, что его будут обвинять и будут вешать на него, что это все шито будет белыми нитками. Ему абсолютно наплевать, потому что он знает, что никакого расследования не будет, но зато он показал свою силу перед своим, значит, ядерным электоратом. Тут просто еще тревожный симптом, я вспоминал сегодня пропагандистов российских, и вот Соловьев и Симоньян, они прямо в прямом эфире федерального телеканала обратились к Борису Надеждину и поблагодарили его, мол, спасибо за то, что предоставили нам в компетентные органы список от 100 тысяч анкет неблагонадежных. Причем там звучали тезисы людей, которые ставили свои подписи за Надеждину, называли агентами влияния, недоуничтоженными навальнятами, врагами народа. И вот теперь, знаете, сразу после этого вот смерть Навального становится жутко от того, что, может, Симоньян и Шелос-Соловьев не шутили насчет, мол, спасибо за 100 тысяч анкет, теперь этим людям тоже, может, следует быть более осторожными. Ну, вы знаете, это, конечно, абсолютно зашкаливает уровень негодяйства этих людей, то есть вообще их обсуждать бессмысленно, но, и мы считали, что, в общем, они уже дна достигли, но вот они нам показали, что дно на самом деле еще далеко и что они могут опуститься еще ниже. Ну, кстати, Гурулев вообще призывал расстрелять 20% населения Российской Федерации, да, то есть в этом смысле они все ничего нового не сказали, вот, но мы, кстати, уже когда с вами когда-то обсуждали примерно такую же тематику, мы всем этим людям, ну, по крайней мере, с моей стороны, я им напоминал, что все те люди, которые занимались поджуживанием Сталина в свое время на проведение чисток каких-то, они все были уничтожены в результате этих чисток, то есть на самом деле все эти симоняны, все эти, они все будут точно так же уничтожены, то есть сначала, может быть, присадят эти 100 тысяч, которые подписали за надежды на 200 тысяч, ну, во-первых, на всех не наберешь столько места, потому что столько места нету в тюрьмах, вот, то есть это надо тогда выстраивать вулаг заново, то есть надо строить новые бараки, строить какие-то конструкции. Гурулев как раз это и предлагал, между прочим. Вот, ну, одно дело предложить, другое дело сделать, да, вот, и с другой стороны, они забыли историю, что все те люди, которые Сталина к этому делу поджуживали, и самое главное, даже исполнители того, что они делали, регулярно волнами уничтожались, то есть Ежов пришел и уничтожил Егоду, Егода пришел, Берия пришел и уничтожил Ежова, а потом убили и Берию, и Абакумова, и Меркулова, и всех тех, кто, то есть, грубо говоря, ни один нарком НКГБ безопасности не кончил своей смертью, начиная даже с Минжинского, да, то есть то ГПУ еще, вот, то есть в этом смысле это, так сказать, ничего нового в истории России нету, это просто поджуживание, вот, ну, а дальше посмотрим, как к этому будет относиться российское общество. Ну, друзья, Надежда смог передать Центр избирком 100 тысяч подписей, я вас попрошу, друзья, поставить 100 тысяч лайков этому видео, не стал тратить наше время в начале для того, чтобы перейти к главной теме, попрошу сейчас, и, друзья, подписывайтесь на YouTube-канал Сергея Жирнова, а также на YouTube-канал Дмитрия Гордона или Сабацман в гостях у Гордона. Любопытно, что смерть Навального прокомментировали, ну, вот, все, да, кто только можно было, включая вероятную дочь Путина, Луизу Розову, внебрачную дочь, она опубликовала пост в день смерти Навального, на черном фоне было написано, что это политическое убийство. Девушка фигурирует в публичном пространстве редко, но всегда, когда появляются они упоминания, она везде подчеркивается, что она, значит, вероятная дочь Путина. Что это за диверсия такая, что за какое-то еще политическое убийство? Он же внезапно умер, Навальный. Ну, во-первых, девочка сама себя раскручивает, да, потому что у нее есть какие-то там Инстаграмы, какие-то Ютьюбы. Вот, она, кстати, последний раз там крутилась где-то там в 20-21 годах. Кстати, тогда ее тоже спрашивали там, вот, когда Навального начали присаживать, вот, когда Навального травили в 20-м году, ее, значит, спрашивали, вот, можно ли там государство, может ли государство, значит, убивать каких-то людей. И она тогда сказала, что у государства, конечно, такое право есть, потому что вот видите, значит, какие-то там капиталистические страны, они вообще еще хуже, чем Российская Федерация. И если Российская Федерация это делает на благо страны, то почему бы не убить одного человека? То есть в этом смысле, надо сказать, что, возможно, за 4 года она немножко поумнела, ну вот, и, значит, теперь уже имеет другое, другое видение всего этого дела. В основном, никто никогда не может подтвердить, что она какой-то является настоящей дочкой Путина, никто не может подтвердить, никто не видел никогда эту Кривоногих вместе с Путиным, точно так же, как никто не видел никогда Путина с Кабаевой, никто не видел Путина с ее, с Кабаевскими отпрысками, вот, и по этому поводу на эту тему мы многократно с вами уже говорили, что я в это дело не верю, и даже если у них есть какие-то, какие-то дети, вот, какие-то от Путина, то для меня это пробирочные дети для того, чтобы Путину создать генофонд, в случае, если у него там будет что-нибудь какие-то там, отмирать какие-то органы, чтобы можно было иметь совместимых доноров, которые могут отдать ему почки, сердце, селезенку, печень, там, все что угодно, вот, или стволовые клетки для того, чтобы, значит, там, как-то бороться, там, какими-то там онкозаболеваниями, вот, ни во что другое я не верю, и плюс я считаю, что и Кабаева, и эта самая вот дама, мама этой девочки, они являются просто кошельками Путина, просто у него деньги разложены по разным местам, и таким образом, там, несколько миллиардов рублей разложены, в том числе, и по этим кошелькам. Да, я вот, кстати, гуглил, когда эту Светлану Кривоногих, вероятную любовницу Путина, от которой у него вот эта вот дочка, вероятная, нашел любопытную информацию, что вообще ее называют чуть ли не одной из самых состоятельных женщин России, и она когда-то была уборщицей, а сейчас она совладелица крупного российского банка и ночного стриптиз-клуба. Вот, в общем, как-то, да, мы с вами обсуждали интервью Кабаевой, молодой, которая говорила, что очень хочется, чтобы вот и денег, и квартир, но тут тоже, получается, уборщица такой карьерный путь до совладелица крупного российского банка, а все из-за дружбы с Путиным, да, любопытно вообще, какие делают карьерные, какие карьерные взлеты происходят у тех, кто занимается сексом с Путиным, ну, слушайте, ну, можно много, конечно, мрачно шутить, но в целом, да, вот эти вот женщины, сейчас, как вы думаете, какой-то контакт между ними поддерживается вообще, между ним, между вот этими вероятными детьми, или же как бы это все осталось в прошлом? Я вообще не верю в этих женщин, я вообще не верю ни в каких любовниц Путина, потому что Путина мы в основном, когда он проводит отпуск, мы его видим с голым торсом, с Шойгу, с Ралдугиным и с прочими всякими, с Медведевым, а не с какими женщинами, я его ни с какими женщинами не видел, и поэтому, так сказать, спекулировать на тему, являются ли они его там женщинами или не являются, я вообще считаю, что бессмысленный разговор, то, что кошельками они являются, это точно совершенно, а то, что они являются его любовницами, очень сомневаюсь. Что вы думаете, друзья? Оставьте ваше мнение в комментариях. Еще одна новость довольно громкая последних дней, это поездка Филиппа Киркорова на оккупированную часть Донецкой области. Он же, мы помним, в начале войны старался от этой темы дистанцироваться, потом все, голая вечеринка, раскороновали его, из многих программ повырезали, оштрафовали его в суде на какие-то там миллионы за неуплату налогов, он уже и пытался откупиться, передавая какие-то деньги там и Белгороду, кому-то там помогая. Теперь вот все, как бы, то есть финальная точка поставлена, поехал выступить перед оккупантами. Но его там тоже осмеяли, он там в такой смешной шапочке, значит, в обтягивающей маечке, пел песню, кстати, украинской певицы Ирины Билок, вот эту вот «Если хочешь забыть, забудь». Очень, кстати, символично, что именно Киркоров ее сейчас исполняет, которого пытаются забыть на всех государственных, ну, федеральных шоу. Ну, в целом, да, вот эта поездка, это все еще продолжение этой голой вечеринки, он надеется, что, ну, вот эта поездка, его простят, и что, вернут снова на этот Олимп, да. Ну, вот какой логикой, как вы думаете, он руководствуется, и действительно ли мы можем, не знаю, что дальше, что еще может быть круче, чем поехать, значит, выступить перед оккупантами, если это не поможет? Ну, Киркоров, я так понимаю, проходит какие-то круги ада, такого административно-командного в путинской системе, и он, от него требует публичных, значит, сначала он публично извинялся, потом он публично давал деньги, потом он публично, значит, теперь поехал по этим самым, по захваченным территориям, и это вот его поездка, кстати, публичная по территориям, это была просто поездка для того, чтобы над ним поиздеваться, потому что, в общем, у него, он не скрывает, и все прекрасно знают, к какому сексуальному меньшинству он относится, вот поэтому, значит, ему там просто над ним просто разрут в голос все эти, значит, зэки, которые воюют в Луганске и в Донецке, вот, и это входит в процедуру его унижения и исправления, да, другое дело, что, вы знаете, вот при Сталине, например, ведь там очень часто была такая штука, что человека сначала заставляли пройти через это публичное унижение и признание своих ошибок каких-то, а в итоге потом его все равно расстреливали, вот, и по этому поводу, вот, мы ждем, чем это закончится, и мне что-то кажется, что карьера, на самом деле, этого самого шоумена для него закончилась. Субтитры создавал DimaTorzok